Коронавирусная инфекция стала испытанием для всей страны. Прежде всего, на передовой по борьбе с недугом медики. Они круглосуточно стоят на страже здоровья жителей. Но есть люди, чья помощь сегодня не менее важна и бесценна. Это волонтёры. О поступках достойных уважения в сюжете Луиза и Геазарян. Алло, Нина Тимофеевна? Да. Добрый день, меня зовут Матвей, я волонтёр. Вам удобно разговаривать? Да, удобно. Пенсионерке Нине Головчанской понадобилась помощь. Из-за эпидемии коронавируса она не может посетить терапевта для выписки необходимых лекарств. Вместо неё за рецептом и в аптеку сходят волонтёры. Единственное, что надо сделать женщине – передать ребятам медицинскую карту. Выйти, скажем, я уже не могу. Просто, конечно, я бы пошла. Но это запрещено. Я не хочу, так сказать, рисковать и своим здоровьем, и здоровьем остальных людей, с кем я буду встречаться. Заявки от жителей городского округа поступают в управление социальной защиты. Пожелания самые разные. Купить продукты, лекарства, погулять с животными и даже вынести мусор. В режиме реального времени эта информация поступает в колл-центр волонтёрского штаба. Обращения, которые требуют незамедлительных действий, отрабатывают в первую очередь. Мы отправляем уже группы быстрого реагирования, мы их так называем, у нас таких групп 10. Мы отправляем ребят точечно по этим уже заявкам. То есть ребята уже не тратят время на обзвон или ещё что-то, они уже едут напрямую к человеку. Этот человек знает, кто к нему приедет, номер заявки мы присваиваем. То есть работа систематизирована. Каждый день на волонтёрскую службу заступает 25 человек. В таком режиме штаб работает около месяца. За этот период добровольцы отработали более тысячи заявок. Всех волонтёров мы максимально обеспечиваем средствами защиты. Это маски, перчатки, а также у нас есть в наличии респираторы. То есть в этом плане мы ребят оберегаем, потому что они в это нелёгкое время выполняют такую свою сложную миссию. Я надеюсь, мы все вместе справимся. На данный момент в Люберцах 143 волонтёров. В основном это представители молодёжных общественных организаций. Но с каждым днём количество добровольцев растёт. Жители округа присоединяются к движению и вносят свою лепту в большое доброе дело.